Вот таким протяжным мяу общительный сиамец встречал каждого, кто приближался к его клетке. Хозяйка Лилия Масленникова называет его не иначе, как болтун. В отличие своего соседа, боленезеец Алекс вел себя более сдержанно, как и подобает обладателю высоких регалий. На мартовской выставке усатый красавец голубых кровей был единственным представителем этой редкой и необычной породы. Он открыл титул чемпиона мира. Порода очень редкая. В республике Беларусь только у нас единственный питомник боленезийских кошек. Порода была создана в Америке в 50-е годы, на территории Беларуси появилась в 80-е годы, затем исчезла и сейчас мы пробуем ее восстановить. Конечно, среди 80 представленных на выставке пород кошек британцы из Котишфолды занимали лидирующие позиции. Однако, в отличие от предшествующих кошачьих вернисажей, на этом посетители могли увидеть представителей британской породы в не совсем привычных окрасах. Радовали глаз серебристые и золотые шиншиллы, бикалоры и цинамоны. Но все-таки особый восторг вызвало хвостатое семейство породы Мейн-Кун. Эти удивительные кошки, внешне очень похожие на рысь, поражали своим размером и ласковым характером. Это кот породы Мейн-Кун, точнее сказать, это котенок. Ему 9 месяцев. Он еще у нас маленький. Зовут его Франт, Франт Клевр. Этот котик к нам приехал с Москвы, из ведущего питомника Мейн-Кунов. Кроме этих потрясающих своим величием кошек, посетители могли познакомиться с такими редкими представителями семейства кошачьих, как Невская маскарадная, Корниш-рекс, Экзот и Канадский сфинкс. Все они боролись за право стать победителем очередного весеннего вернисажа. Для завоевания этого титула судьи оценивали каждую кошку по классическим стандартам. Судьи их оценивают по стандартам кошек, по соответствующему стандарту. Насколько кошек соответствует стандарту международному. Кошки описываются, получают дипломы и описания по окончании выставки. И в конце выставки проходит финальный конкурс, так называемый бестенд-шоу, лучше из лучших. Выбирается победитель выставки. Победители выбираются по группам кошек, по разным породам. В нашей системе 8 групп, вот по этим 8 группам породным, выбираются лучшие представители. Потом они сравниваются и выбирается победитель выставки. Несмотря на плохую погоду, любителей кошек и просто любопытствующих на вернисаже было немало. Погладить, взять на руки и просто полюбоваться ухоженными животными хотел каждый посетитель. Нетрудно было догадаться, что пушистые братья сумело таки своим урчанием отличать мирских забот и подарить заряд хорошего настроения на весь день. Вообще интересно, как бы много кошек, красивые. Мне понравилось. Понравилась выставка и именно понравились некоторые кошки. Какие? В основном порода британская, короткошерстные. Удовольствие, как говорится, получено. Буду еще ходить на выставку, потому что интересно посещать такие заведения. Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Буктовая.